Знак есть, но он никого не смущает. У здания пенсионного фонда под табличкой «Парковка для инвалидов» стоят две машины, без необходимых опознавательных значков. Значит, здесь им не место. Это очень показательный момент, как раз вписывается в концепцию рейда Народного фронта и ГИБДД. Активисты ОНФ проводили встречи с инвалидами, и те отмечают, парковочные места для них всегда заняты. Оставить машины ближе ко входу в здание – это не блажь, а вынужденная необходимость. Нужно приехать, поставить машину поближе, потому что по состоянию здоровья сложно ходить и, соответственно, зайти куда-то в какое-то учреждение, получить документы, забрать документы, как у всех это бывает. И парковки для инвалидов тоже бывают заняты другими автомобилями, и ставишь, где повезет, где удастся. К месту нарушения правил приезжает эвакуатор. Машину доставят на штрафстоянку. Водитель получает 5 тысяч рублей штраф и еще столько же заплатит за вынужденную транспортировку авто. С парковочными местами в городе плохо, а для инвалидов еще хуже. То есть, если я подъезжаю, и парковочное место для инвалидов, занятое иным транспортным средством, а мне нужно припарковаться, так как у меня в машине сидит ребенок-инвалид, неходячий мальчик, я звоню в ГИБДД на горячую линию, называю марку автомобиля и регистрационный номер и прошу сотрудника ГИБДД, если у них в базе есть телефон водителя, позвонить водителю и попросить его отъехать. Если такой информации у них нет, то я прошу приехать, ну, как в данной ситуации, приехать сотрудникам ГИБДД и решить вопрос. Неразбериха со знаками у третьей горбольницы. Нет парковки для людей с ОВЗ, у фонда соцстрахования, у водоканала, регион газа и у всех кинотеатров. Поэтому работы у общественников, властей и ГИБДД очень много. Это сегодня не закончится одним мероприятием. Дальше у нас будут рейды по поликлинику, по другим социальным значимым объектам. И дальше будем проводить круглый стол на эту тему, для того, чтобы попробовать сдвинуть с мертвой точки этот вопрос. Пока машину поднимали на тросах, прибежали две автоледи-нарушительницы. Они работают в пенсионном фонде и паркуются, где удобно. А о том, что инвалидам не подъехать, вовсе не заботятся. С поворота заезжал, я его не заметила. Вы, в принципе, знаете, что это? Естественно, конечно. Что, какое должно быть долгать для вас? Как вы дальше будете ехать с поворотом? Ну, более внимательнее быть, соответственно. Быть внимательнее к знакам научат крупные штрафы. Халатность в данном случае сильно бьет по карману.